Современная экономическая и политическая ситуация ставит перед обществом вызовы, которые нельзя оставить без ответа, уверен организатор экономического форума Виталий Завгородний. Среди наиболее болезненных точек он называет коррупцию. Этот вопрос вызвал самое оживленное обсуждение. Почему сейчас нельзя уменьшить количество чиновников, поднять им зарплату и, соответственно, делать из них выполнение тех обязанностей, а не учить молодежь, что вы должны решить, пойдете вы брать взятки или пойдете... Так же, как и ситуация в банковской сфере и вопросы с валютными кредитами. Этот вопрос очень важный, этот вопрос надо решать. Как сегодня обеспечить предприятия, которые ведут внешнеэкономическую деятельность валютными резервами для того, чтобы они могли проводить свои расчеты. Как находить новые рынки. Возможно, надо пойти по пути, который уже когда-то был испытан. Это создание специальных экономических зон для того, чтобы вводить режимы инвестирования в регион. Некоторые школы в Украине переходят на электронное образование. Вместо учебников детям дают планшеты. Мы можем поменять их на один единственный планшет. Потратить на разработку программного обеспечения порядка 20-30 тысяч долларов и забыть вообще о печати учебников навсегда. Используют только электронные носители. Найти подход к решению этих проблем и возможности реализации потенциала Харьковского региона – основные задачи, которые поставили перед собой участники форума. И еще в процессе обсуждения дают конкретные рекомендации. Например, что делать предпринимателям после вступления в силу неадекватного налогового кодекса, в котором не могут разобраться даже самые опытные бухгалтеры. Рекомендации в отношении проведения реформ участники форума оформят в резолюцию, где будет учтен также и опыт других стран, которые столкнулись с военными конфликтами на своей территории. Продолжение следует...